Дороги во дворах до Юры принадлежат муниципалитету, однако по факту обязанность по их уборке переложили на управляющие компании. В бюджете округа такая статья расходов просто не предусмотрена. Впрочем, как и в тарифах на коммунальные услуги для населения. Вопрос обсудили на заседании общественной палаты. Что делать, чтобы деньги жильцов многоквартирных домов шли по назначению? Смотрите в нашем репортаже. Заседание началось с рядового отчета о положении дел в сфере ЖКХ. Но когда дело дошло до уборки города зимой, начались вопросы. Почему, несмотря на то, что поступила новая техника, жители по-прежнему недовольны? По словам директора управления жизнеобеспечением и развитием округа Сергея Плутахина, самая большая и годами нерешаемая проблема – кадровый голод. И в управляющих компаниях, и в СГМПО КХ, и в Зеленстрое. Работа тяжелая, неблагодарная, а зарплаты далеко не космические. За данную зарплату порядка 30 тысяч, и то не дотягивает она до 30 тысяч, управлять КАМАЗом, КДМ. По нашим улицам, когда машины тоже стоят по обочинам, тоже не каждый идет. И средний возраст уже перешел, что водителей нанимают 65-70 лет. Сколько человек у нас в коммуналке? Во всем структурам. Что касается управляющих компаний. По штату, положено 669 человек. Их сегодня, живых, 438. То есть 237 не хватает. Проценты, считайте, 34,5% не хватает. То, что касается ГНПО, Зеленстрое, там не до штата, 25-30%. Для Зеленстрое, для того же, 100 человек. Для ГНПО на 105 или 110. Да и техники по факту недостаточно. Из необходимых 28 единиц, которые будут убирать улицы, у нас всего 18. Большая проблема в технике. 100% обеспечения техники коммунальной нет. Вскрылась еще одна проблема по внутриквартальным дорогам, которых у нас аж 300 километров. Убирать их, пояснил замначальника департамента ЖКХ Александр Писаренко, должен город. Но все переложили на управляющие компании и ЖЭУ. А ведь в смете по содержанию жилья такие расходы не заложены. То есть жильцы фактически оплачивают то, за что должен платить муниципалитет. Мы просим, убеждаем, уговариваем управляющих компаний, чтобы они занимались им. Но это муниципальная земля. И там должен работать муниципалитет. Я тоже, наверное, об этом на комиссии говорю. Вот рядом со мной сидит директор управляющей компании «Весенний». Это рекорд-рекорд Весенний, молодогорец и приборостроитель. У нее на лопату чистый тротуар выходит 27 человек. Сколько она много равна? 74. 74 дома. Даже по одному человеку на дом не хватает. Я об этом говорю. От того, что мы их будем чаще или реже собирать, у нас людей не добавится и денег не добавится. Там нужно механизировать. На 300 километров внутриквартальных дорог нужно 68 миллионов рублей и 15-20 единиц техники. Мы их заставляем. Они нанимают технику. Вот Вера Ивановна за зиму потратила порядка полмиллиона рублей из своего бюджета. А это деньги содержали жилья? Это деньги содержали жилья. Чтобы ситуация изменилась, надо признать – дороги во дворах – зона ответственности города, а не управляющих компаний. Эти дороги все относятся к собственности муниципалитета. И они как-то должны планироваться и по уборке, и по деньгам, и по привлечению подрядчиков для этих целей. Этот вопрос упущен изначально. И пока этот вопрос не будет решен конкретно в городе, так и будем перекладывать друг на друга и показывать, вот там не убрано, там не доделано, там людей нет и так далее. И такая ситуация не только в Осколе, во всем регионе. Впрочем, есть еще один юанц, пояснили в департаменте ЖКХ. Внутри домовые территории, где прошло благоустройство по программе «Комфортная городская среда», уже передают на обслуживание управляющим компаниям.